Красивый поединок, почему нет? Все в его руках. Ему 23 года рост, 183 сантиметра. Профессиональный рекорд. В трех боях два поражения. Он представляет город-герой Новороссийск в красном углу. Арсен Магомедов! Префери поединка Ашут Ашудян. Итак, бой под номером 6 или 5. Очень быстро у нас поединки проходят, поэтому и уже не уследишь за этой номерацией. И запасы еще в любом случае приличные, 18 боев. Адаман Асаламов против Арсена Магомедова. Да, право хозяина так достаточно активно начинает. По-хозяйски. Арсен Магомедов начинает поддавливать. О, кстати, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень здорово попадает сейчас Магомедов. Интересно, так зарубились немножко спортсмены. У кого получится реализовать позицию. Захват на спине очень хороший. Есть возможность и для бросков, и для переводов. Просто даже подломать спину, туда-назад уронить. Есть ощущение, что Адаман Асаламов пытается развернуть соперника к сетке. Да, ну а Арсен Магомедов пока контролирует спину. Захват плотный, хороший. Другой момент, что... Ой, хорошее колено. Вы же без него что-то. Не знаю, сам ли Арсен подсаживался или от этого пропущенного удара. Ноги у него подкосились немного. Вот сейчас на подхват можно было... Когда Адам делал подхват, можно было крутануть чуть-чуть на себя. Часто используют вот такой борцовский крест именно в этих целях, чтобы дождаться, пока тебя будут подхватывать и скрутить. Ну, в данном случае нет. Хорошее колено в исполнении Асаламова тут же двумя ответил Магомедов. Ну, правда, только одно лишь дошло до цели. И вот сейчас все-таки тейкдаун удался. Но, Маршал, вы все-таки более искушенный в этом аспекте. Кто кого повалил? Хороший, хороший вопрос. Я боюсь, моя искушенность не поможет мне ответить на него точно. Вот. Точно могу сказать только то, что... Так. А есть ли там захват шеи? Есть через руку. Обратите внимание. Интересно, кстати говоря. Есть. Был выход на Анаконду. И не получилось. А вот сейчас на гильотину. Да, есть шикарный захват. Вот сейчас, скорее всего, будет сдача. Потому что шея взята очень хорошо. Если сейчас совсем не накосячит как-то с руками Арсен Магомедов, то все для него сейчас уже очень хорошо. И все-таки не удержал Арсен Магомедов. Не удержал. А вот снова обратить внимание попыткой выхода на перуанский галстук. И теперь на треугольник. А из такой шикарной позиции. Ну, ничего себе. А сейчас сам посмотрите, какую позицию забирает и на Саламов. Там и ноги, по-моему, заправлены. Да. И спина полностью. И снова. Плотный захват. И снова могу сказать, что, скорее всего, будет сдача. Показывает, что все отлично. Да ладно. Вот это да. Давление на челюсть очень серьезное. Ай, красавцы. Ну, что творят. Бойца, красавцы. Это просто шикарный поединок. Я два раза подряд вот так ошибся. И мне... Магомедов начинает буквально разбивать соперника, но тут же... Два раза подряд я ошибся и очень этому рад. Потому что, казалось бы, настолько плотно взятые приемы. И каждый из них вышел. Ну, здорово. Здорово. По-настоящему здорово. Уж вопрос причины выхода того и другого спортсмена, пожалуй, разбирать не будем. Решат они для себя сами. У каждой сейчас и оба, и они могут сетовать на то, что были близки и упустили победу буквально из своих рук. Да, да. И кто его знает, так ли случайны эти... или не случайны эти случайности. Но теперь все складывается, по крайней мере, в позиционном смысле, в пользу Арсена Магомедова. Да, все-таки больше активности, больше КПД в его действиях в первом раунде. Да, чуть-чуть меня удивляет, что Адам Инасаламов сейчас, как бы это сказать, встал. Ну, в том смысле, что перестал активно делать какие-то действия. Неужели он просто пытается сейчас взять паузу, чтобы подышать? В принципе, это логично. Но попробовать бы сначала встать и уже в стойке. Да, тем более, что он сейчас в очень плачевном, можно даже сказать, состоянии. Казалось бы, находился Инасаламов, но тут же он почти поднялся. Не дает ему все-таки оказаться на ногах Магомеда. А попытка обратного рычага лоха не очень внятная, но неважно, это все равно очень интересно. Да, приходится нам довольно часто обрывать свои фразы, потому что идет постоянная борьба, смена позиции. И то, что казалось очевидным еще несколько секунд назад, быстро меняется. Есть ощущение, что чуть-чуть напропускал ударом Адам Инасаламов и поймал кураж Арсен Магомедов. Но насколько здорово сейчас оба сработали на удушающих приемах. И насколько непонятно, чего именно не хватило для этих самых удушающих обоим спортсменов. Такой быстрой смены одного, казалось бы, полностью готового для победы эпизода на другого, я, честно говоря, не припомню. Ну, по крайней мере, вот так вот. Слета не скажу. Да, интересно. Молодцы. Динамичный, интересный бой. Смотреть приятно. Так восстанавливают сейчас Абагомед Алиев и Сайфула Джабраилов Адам Инасаламов. То же самое происходит в противоположном углу. Ну и время, отведенное на паузу позади, на этот короткий отдых. Ашота Шагиан выгоняет буквально угловых из октагона. Вместе с ними уходит и Сергей Корнеев. Известный тоже один из самых опытных судей Союза МАР России. И все снова со стойки. Снова как будто с чистого листа. Вопрос, насколько восстановились спортсмены, у кого это получилось лучше. Хороший хайкик и тут же пропускает справа Арсен Магомедов. Снова ногами он неплохо атаковал. Два хайкика и справа и слева. Теперь проход от Инасаламова. Мне не показалось, что такая прям вопиющая необходимость у Адама была сближаться у него. Стойки тоже получалось хорошо попадать. А здесь мы видим, что в кресте, то есть вот в этом положении клинча поопытнее, все-таки и поместровите Арсен Магомедов. К радости зрителей на трибунах города Новороссийска. Попробовать бы что-то снизу. Ну вот пока улучшает до позиции гарда. Приобретение, да. Но вот насколько существенное. Гард все-таки это обоюдо, вот обоюдо остро, пожалуй, не подходит. Потому что это скорее основной блокиратор всех действий, как одного спортсмена, так и другого. Если мы берем смешанное единоборство и двух уставших спортсменов. Есть попадание с локтя. Есть улучшение позиции от Арсена Магомедова. Вот сейчас успел подхватить руку, чуть было не потерял контроль. Но и веса тела сейчас хватает для того, чтобы оставлять Адама Инна Саламова снизу. Практически две минуты второго раунда полностью проходит под диктовку местного спортсмена Арсена Магомедова. Да, тяжелые удары сейчас у него получаются. А самое главное, что получается, это грузить своим весом. Ага, попытка взять Кимуру снизу. Скорее всего неуспешная. Успешной она не бывала уже очень давно на моей памяти. Увидел руку, очень тяжело попадает Арсен. Да, над добиваниями чувствуется, что он действительно работал. Ну и вот не хочется этого говорить, но судя по всему Адам Инна Саламов сам не верит в свои способности. Потому что несколько раз он так отчаянно что-то говорил. Ну вот такой, да. К своим угловым, что, мол, вот, ну, не могу ничего поделать. Бывает такое, что тело не слушается. Это бывает в силу усталости, бывает в силу пропущенных ударов. Возможно, у спортсмена уже сейчас есть сотрясение. Вот, конечно, печально об этом думать. Но бой есть бой. Это смешанное единоборство. Сотрясение здесь это, что называется, в штатном расписании. Да, и снова есть попадание и хаммерфистом. И получается менять позиции у Арсена Магомедова. Перевернулся, такой кувырок сделал назад Адам Инна Саламов. Но тут же снова потерял позицию. Отдает он спину. Да, не получается, не получается пока у Адама подняться или прихватить хотя бы даже своего оппонента. У Арсена давайте тоже заметим, пока не получается его добить. По крайней мере, до того момента, когда вмешается рефери до технической остановки. Калей они подключают, тоже такая интересная работа. То ли по бедрам, то ли по почкам. Живодерски немножко звучит, я согласен. Но, как бы, опять-таки, не так это страшно. Давайте поймем, все-таки это второй раунд. И удары не такие сильные. Да и позиция, что называется, без разгона. Поэтому не так страшно. Черт, как его молюют. Есть такая украинская поговорка. Так, есть, кстати, прихват на Кимуру, который даже если не получится, а она редко получается, все-таки задержит активные действия Арсена Магомедова и даст возможность перевести поединок в третий раунд, в котором снова все начнется со стойки. Да, 10 секунд. Да, вообще практически без действия этот раунд провел Адам Анасаламов, кроме как он защищался. Не просто к нему складывается этот поединок, хотя, ну, не скажешь, что, да, там, про очень тяжело дышит и... Недовольный собой спортсмен. Да, просто не получается. Но, кстати, довольно легко встал, как мне показалось. Я об этом, и вроде, глядя на него, не сказать, что он прям вот полностью физически закончился. Вроде неплохо дышит, вроде хорошо подготовлен, но в то же время вот... Знаете, такое бывает, когда очень угнетает, то, что не получается что-то делать. Вот ты пытаешься, пытаешься, а у тебя не выходит, как будто натыкаешься на стену. Действительно, очень сложный моральный момент, и не все спортсмены с этим справляются, но пожелаем все-таки, чтобы в третьем раунде нашлись какие-то дополнительные резервы, и поединок был более конкурентным. Да, конечно, хотелось бы видеть более яркого боя. Ну, первый раунд был очень конкурентный, а во втором действительно как будто что-то случилось. То ли вопрос к выносливости, то ли вопрос к тому, что все-таки было много пропущенных ударов. Все, что угодно может быть, вплоть до того, что простудился вчера человек. Бывает. Непредсказуемо. По крайней мере, нам на листке информацию об этом не пишут. Посмотрим. Смотрим просто результат. А результат пока для Адама Инасаламова не самый желательный. Кто знает, может быть, в третьем раунде он преобразится, что-то начнет получаться у Инасаламова. Во всяком случае, хотелось бы увидеть это, чтобы как минимум бой был таким острым с обоих сторон. Да, в ударах он был довольно точен. Получалось у него хорошо контратаковать. Проходили удары. В другой момент, что не получилось как-то это развить. Сразу почему-то спортсмены лезли в борьбу. Причем вот в прошлом раунде, например, лез в борьбу именно сам Адам. Что-то у него закончилось неудачей. И позиции сверху Арсена Магомедова. Хороший удар по корпусу. И здесь вот так на встречу. Ну, пока зайти застану, если. Удалось чуть ли не в первый раз за весь бой Адаму перевести соперника. Здорово, кстати. Интересно очень шел. И посмотрите, насколько лучше подготовлен именно в плане борьбы. Арсен Магомедов тут же забирает спину. И снова вот то, что мы наблюдали в предыдущие пять минут. Ну, при том, я не думаю, что даже в чистом виде, с точки зрения борьбы, он подготовлен лучше. Потому что в первом раунде и в борьбе были у Адама и Насаламова определенные такие ключи. Ну, защитные какие-то действия хорошие. Получалось нейтрализовать работу Арсена Магомедова. Сейчас же мы видим, что не получается. Снова сам сработал проход и снова оказался внизу. И за спину зашел хорошо. И здорово, казалось бы, почти решенная ситуация. Ну, таким оригинальным кувырком, который довольно редко у нас используют в единоборствах, все-таки сверху оказался Арсен Магомедов. И отчего-то особенного ему придумывать не надо. Время-то идет в его пользу. Это один за другим удары наносит Арсен. Действительно, что прям он очень активно бьет, но выбрасывает. Но, тем не менее, да, определенный урон наносит. Он набирает очки. Да, и сейчас весом, весом очень хорошо распоряжается. Постоянно грузит своего оппонента. Ну, призывает быть сейчас активнее. И на Саламу Ашота Шугяну. Слишком пассивным он ему кажется в последние минуты. Да, не всей спиной сейчас бьет Арсен Магомедов. Позиция к этому не сильно благоволит. А вот сейчас... Есть, кстати, для Адама возможность перейти на ногу? Нет. Нет. Такой обратный маунт у нас получается. Думаю, позиция сейчас поменяется. Да, все верно. И снова за спину. Снова за спину. Ну, или сейчас сбоку. В любой момент при этом имеет возможность за спину зайти Арсен Магомедов. Да, при этом обратите внимание, не пытается вправлять ноги. Именно просто контролирует весом и старается находиться на позиции, где комфортнее бить. Не пытается там задушиться спины, к примеру. Перейти на руку со спины. Сделать там, не знаю, треугольник сзади. И именно сейчас все работает под удары. Контроль удара. Контроль удара. Очень расчетливо и с пониманием, что все складывается в его пользу. Ой-ой-ой. Это достаточно существенно. Удар, да. Сейчас пытается руку отключить Магомедов. Чуть не поймал распятие, но нет. Адам сопротивляется. И достаточно пока у него ресурсов для того, чтобы выходить из таких позиций. Да, не получается ровным счетом ничего у Думаина Саламова. Ну да, кроме определенных защитных действий, все-таки совсем он не дает себя, как бы это сказать, в совсем плохое положение перевести. Хотя завидовать ему пока тоже не приходится. Тяжелые ошибки ударов, конечно. Пару ударов сейчас наносит Магомедов. Еще добавляет. Увы, но сотрясение мозга здесь уже будет наверняка. Это неприятно. Это определенное время на восстановление. Ну, такое уж у нас дело. Рискнуть в последний раз, что-то сделать. Здесь, наверное, уже и времени, и сил. Не стал ни один, ни другой. Все. Все, завершается этот поединок. И здесь-то вопросов никаких. Да, кажется, первая победа на этом турнире у местного спортсмена, с чем, возможно, мы сейчас его и поздравим. Это, по крайней мере, вполне вероятно. Ну, и первое, чего в любом случае хочется пожелать Адаму Инна Саламову, это здоровье. Не задался у него сегодня день, но кто знает, каждый день заканчивается и начинается новый. И все может измениться завтра. Желаю, конечно же, скорейшего восстановления и возвращения Адаму Инна Саламова. К радости новороссийской публики местный спортсмен победил. Бойцы пожимают.